В Черкесске 8 человек подписали контракт с Министерством обороны России. Добровольцы отмечают, что принять участие в защите и безопасности от чечества долг каждого патриота своей страны. Сотрудники военного комиссариата региона подробнее разъяснили контрактникам, какие льготы предоставляются военнослужащим и их семьям. Подробности в материале Алихана Лепшокова. Житель Черкеска Олег Дзамыхов сам пришел в военкомат, чтобы подписать контракт с Министерством обороны России. Важно отметить, что двое его сыновей уже завтра будут проходить срочную службу. Служить Родине наш долг. И на своем примере я показываю своим детям, что только вместе мы сможем сохранить мир и благополучие нашего государства, отмечает доброволец Олег Дзамыхов. Я говорю, что не стоит бояться, потому что Родина требует такая обстановка, такие обстоятельства. Сыновья идут на срочную службу в армию. Но я тоже своего рода на службу, не на срочную, но тоже в армию. В ходе подписания контракта будущим военнослужащим разъясняют, какие меры поддержки предоставляются для них. Единовременная выплата в Карачаево-Черкесии для контрактников 2 миллиона рублей. В месяц каждый из них будет получать ежемесячную заработную плату от 210 тысяч рублей в месяц. И премирование могут получить в год от 5 миллионов рублей. Граждане, которые заключают контракт с Минобороной, получают единовременные выплаты 1 миллион 600 от главы Карачаевской республики и 400 тысяч от главы государства. Они, получается, едут не в зону проведения СВО, а на подготовку на две недели. После подготовки они отправляются в зону специальной военной операции. С каждым, кто нам приходит, мы проводим беседу. И стоит отметить, что ребята довольно серьезно относятся к службе и готовы быть полезными для своей родины. Аль-Халип Шоков, Миха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.